Санкт-Яко Парк Санкт-Яко Парк Санкт-Яко Парк Сборная Бразилии Здесь несколько отличий по сравнению с командой, которую мы видели недавно на Кубке Конфедерации В воротах, в частности, сегодня Джефферсон, номер первый В обороне Тиаго Силва Третий, второй Даниэл Алвес Шестой Марселло И тринадцатый Данте В полузащите Семнадцатый Луис Густаво Семнадцатый Паулиньо Это опорная зона И атака, собственно говоря Второй ее фронт Это Халк, номер девятнадцатый Оскар, одиннадцатый И Неймар, десятый И на острие Номер девятый Фред, главный тренер бразильской сборной Луис Филиппе Скалари Судейская бригада Из Германии Сегодня Денис Айтекин Возглавляет бригаду Ему ассистируют Гвидо Клеве И Маркус Хякер Ну и стадион Санкт-Якуб Парк На котором Швейцарцы проводят все последние матчи Против команды Бразилии Так уж вышло Последнее время у них И три последних матча Вот этот четвертый Между этими сборными А все, в эстере Бразильцы и швейцарцы сыграли Семь раз Проходят именно на этой базальской арене Ну и последняя встреча Между этими командами В товарищеском матче Случилось 15 ноября 2006 года Тогда Бразилия выиграла здесь Со счетом 2-1 Вообще в истории встреч Только Один раз Швейцарцы праздновали победу Над командой Бразилии Случилось это в 89-м году И здесь же на Санкт-Якуб Парке С минимальным счетом 1-0 Была переиграна бразильская сборная Ну а Кроме того Три ничейных исхода И три победы команды Бразилии Соотношение сил Наверное Историческое Вполне ясно Сейчас на данный момент Оно может быть не столь важно Потому что Главнее всего для команды Скалари Наиграть И закрепить Тот футбол Который был найден В ходе Кубка Конфедерации Прежде всего Именно в ходе Кубка Конфедерации Потому что прежде С самого начала года Товарищеские встречи Не слишком удавались Команде Луиса Филиппе Скалари Но вот Летом Необходимый баланс Был найден Можно сказать Что По большому счету Начиная с Товарищеской встречи С французами В Порту Аллегри Когда Команда Скалари Победила 3-0 Уже Нарисовалась Команда Которую Которую можно доверять Стартовый состав Команды Которую можно доверять И вот он сейчас Практически Неизменным Остается С пары Домашнего турнира Кубка конфедераций В финале которого Бразильцы Переиграли сборную Испании Как мы помним Со счетом 3-0 Переиграли Более чем Убедительно Кстати сегодня Вот что любопытно Встречаются Две команды Которые В последние годы Последний мир В официальных матчах Официальных турнирах Побеждали команду Испании Я напомню Что швейцарцы Сделали это На чемпионате мира В 2010 году В Южноафриканской Республике Где в начале Группового турнира Они сумели Переиграть команду Дель Боски В Дурбане С минимальным счетом 1-0 Ну потом Правда Испанцы Собственно И стали Мировыми чемпионами А вот Бразильцы Их уже в этом статусе Обыграли На недавнем Купке конфедерации Ну что главное Для швейцарцев Это естественно Собрать публику На стадионе Санкт-Яку Парк Кстати Обращаю внимание На то что на центральных Секторах Нет Абсолютной полноты Зрительской Это несколько удивительно Потому что Напомню еще раз Почти 7 лет Уже прошло С последней встречи Между этими командами На бразильцев Обычно приходят Посмотреть С большой охотой В любых странах Которые относят себя И к футбольному Не совсем Тем более На таких бразильцев Как сейчас Которые Показали свою Настоящую силу Показали себя Одним из Фаворитов Предстоящего Будущим летом Турнира Но тем не менее Это сильнейший Боевой состав Сборной Бразилии Я думаю что вы Сами отметили Вот Данте Бонфим Который поменял Давида Луиса В центре обороны И Джефферсон Воротах Это два изменения Которые мы видим По сравнению С той командой Которую Луис Филиппе Скалари Выставлял на матчах Кубка Конфедерации Ну есть некоторые причины Здоровье прежде всего Давида Луиса Не позволило ему Выйти сегодня На футбольное поле Что касается Состава сборной Швейцарии Здесь обратим внимание На центр Защиты И одного из Футболистов Центра защиты Вот сейчас он Крупным планом Был перед нами Это Филипп Сендерос Неплохо известный Всем нам я думаю Защитник Игравший в свое время Неплохо За лондонский арсенал Но сейчас Филипп Сендерос Футболист Английского Фулхама А вот В сборной Швейцарии Он в стартовом составе Не появлялся уже Более года В мае прошлого 2012 Последний раз Выходил на матч Против команды Румынии С тех пор Филипп Сендерос Резервист Этой сборной Ну и Сегодня Он играет В паре С Тимом Клозе Центральным защитником Вольфбурга Немецкого И эта пара Центральных защитников Еще никогда не выходила С первых минут Есть Другой Главный выбор У Отмара Хитцфельда С начала этого года В старте всегда появляется Йоанн Джуру И Его партнером Остановится Защитник Янг Бойс Стив Фонберген Йоанн Джуру Сейчас Травмирован И нет Гарантии Что он поправится К сентябрьским Отборочным матчам В частности К игре Против команды Исландии Которая предстоит Швейцарцам 6 сентября В Берне Поэтому Отмар Хитцфельд Решил уже сейчас Попробовать Новый центр Обороны Кроме того Сегодня Обновленный Центр полузащиты В опорной зоне Не вышел Сегодня на поле Капитан команды Георгхан Инлер Который будет Дисквалифицирован В матче Против Исландцев Не сможет Принять в ней участие Поэтому уже сейчас Отмар Хитцфельд Моделируя игру В той встрече С исландцами Это будет игра За очки Это важно И не стоит удивляться Тому Прагматичному подходу Который демонстрирует Опытнейший тренер Хитцфельд Казалось бы Играть против бразильцев Но вот уже сейчас Он выставляет на поле Рядом с валоном Бехрами Который так или иначе Обязательно Ну если ему позволят Здоровье Сыграет В той встрече Будет играть Вероятно Браим Джимайли Так же как сегодня 15-0 Еще один Афорный полузащитник Вот такие эксперименты И такие изменения В составах Привычных нам возможно Ну бразильцы Наверное в большей степени Привычны Потому что мы их Совсем недавно видели Часто видели Много видели И мы видели Как падает Неймар Вот эти вот Вот этот способ Я думаю Что это прежде всего Способ уберечь себя От тяжелой травмы Когда вот Достаточно Несильного Прикосновения Вот сейчас Стефан Ликштайнер Доказывал арбитру Что он Не то чтобы Пытался уничтожить Неймара И лишить его Нижних конечностей Это было игровое столкновение Вполне оно Так может и быть Но тем не менее Неймар Вот у него срабатывает Некая система защиты Самозащита Он быстро падает И тем самым Бережет себя От каких-то серьезных Последствий Неймар И Халк Как мы уже привыкли Располагаются на флангах Атаки сборной Бразилии Форвард Зенита Причем действует справа Вот тут сейчас Пытается продавить По помощи своей Мускулатуры Раз Клечевого пояса Защитников Швейцарской команды Причем одного из них Он действительно сумел Оттеснить Но второй Стал для него Серьезной преградой Это был как раз Рикардо Родригес Неймар Располагается на левом фланге Оскар Это центральный Атакующий полузащитник Или оттянутый форвард Ну и на острие Фред Фред Который запомнился тем Что практически Весь Кубок Конфедерации Провел в качестве Такого Ну скорее Резервного орудия Футболиста Который создает Глубину Ширину И вообще пространство Для замечательной Бразильской атаки Но вот в финале Он проявил себя В высшей степени Именно как бомбардир И сейчас тоже С улыбкой И с радостью Взаимодействует Со своими партнерами Вот Оскар Полузащитник Челси В предстоящем сезоне Поработает С новым главным тренером В своем клубе Жозе Маурини Вернулся в лондонскую команду А это Марселло Защитник коллектива Который Жозе Маурини Покинул Мадридского реала Неймар Получает Мяч на левом фланге Смотрите Как глубоко Действует швейцарская сборная В обороне Практически все За линией мяча Впереди остается Только Харис Сеферович Центральный нападающий Там он баражирует В районе Центрального круга Понятно Швейцарцам Как серьезно Нужно оброняться Против сборной Бразилии И Как не давать Ей пространства Ну Отмар Хитцфельд Естественно С поправкой на Тот Человеческий материал Если позволите Который сейчас Есть в его распоряжении Да Это лучшие Швейцарские футболисты Но это все-таки Швейцарские футболисты А Отмар Хитцфельд Это тренер топ уровня Тренер который Выигрывал Самые серьезные Европейские трофеи И Долгое время Работал в частности С Мюнхенской Баварии Этот тренер Как мне представляется Понимает Как сыграть Против сборной Бразилии Ну прежде всего Чтобы не дать ей Развернуть Свою атакующую мощь Посмотрим Пойдет ли он на это Будет ли на этом Настаивать сегодня Швейцарская сборная Прежде всего То есть не дать Сыграть бразильцам И в каких-то паузах Между этой Выполнением Этой миссии Пытаться показать Собственный футбол Либо Все-таки Швейцарцы Моделируя Предстоящий Официальный матч С Исландией И учитывая Что они играют Сегодня Все-таки Товарищскую встречу Раскроется И футбол Мы увидим Обоюдоострый К радости Публики Города Базеля Родригес Мячом На левом фланге Блерим Джимайли Вот этот выбор Опорных полузащитников На котором Остановился Отмар Хитцфольд Вот смотрите Как они взаимодействуют 11-й и 15-й номер Очень четко Пока Он был продиктован Как Хитцфольд Признался Не в последнюю очередь Тем Что Джимайли Бехарами Выступают Теперь за один клуб Это итальянский Наполи И при всех Вариантах Которые были у Хитцфольда Он остановился Вот на этом Именно потому Что здесь клубная связка Они лучше друг друга понимают А опорная зона Это Важнейший Важнейший сектор Игры команды Потому что здесь Центр тяжести ее Ну и вот Неймар И Еще раз Неймар И еще раз Неймар Во всей его Неудержимости Сэндерос Оказался статичен Встречал Неймара боком При этом Вероятно Вот такое Расположение Сэндероса Могло бы позволить Ему Устремиться Вслед за Неймаром Но он почувствовал Что это бесполезно Что набрать скорость Сходу Угнаться за Неймаром Поймать его По футбольным правилам У него не получится Он решил поймать его Рукою От этого Желтая карточка Первое предупреждение Сегодняшней встречи Неймар Доставляет Проблемы Абсолютно всем Игрокам обороны Всех сборных Против кого он играет И это вообще Конечно колоссальная Главная боль Для всех соперников Сборной Бразилии И Начинающемся сезоне Для всех соперников Барселоны Куда Неймар Перебрался Из Сантоса Ну а вообще говоря Для зрителей Неймар Это конечно Радости отрада Холк Хорошую прострельную передачу Сейчас на Фреда Выполнял 19 номер Форвард Питерского Зенита Параллельные встречи Как вы понимаете Его партнеры В большом количестве За российскую сборную Бьются против команды Северной Ирландии Пожелаем нашим парням Удачи В этой встрече Но смотрим На сборную Бразилии и Швейцарии Паулиньо 18 номер Бразильцев Болист который Также появляется В европейском Клубе В предстоящем сезоне Он оформил Свой транспорт В лондонский Тоттенхэм Ходспорт И вот В этом составе Сборной Бразилии Я Так понимаю Только два Представителя Бразильских клубов Не выступающие В Европе Это Голкипер Сегодняшний Джефферсон Который защищает Цвета Ботафобу Кстати Это достаточно Неожиданно И все Абсолютно Бразильские Журналисты Узнав стартовый Состав Сегодняшний Обратили внимание На то Что не Жулио Сезар Основной Голкипер Казалось бы Растораж ворот Куинс Парк Рейнджерс Сегодняшний Выбор Луиса Филиппе Скаларе Именно Джефферсон Но проверка Есть проверка Я думаю Что Если Филиппау Вот он Который сейчас На ваших экранах И Нуждается В каком-то Тесте Кадровом Он уже Примерно Представляет себе Состав Сборной Бразилии Вот мы Видим его Я так понимаю Что здесь Мало что Изменится За предстоящий Календарный Год То в воротах Возможно ему Нужен какой-то Эксперимент И сегодня Он его получает Ну и кроме того Еще один Футболист Который Представляет Бразильскую Лигу Это Неплохой Дальний удар Оскара Да Причем Он здесь Как здорово Поймал мяч Как он Неожиданно Для защитников Вышел Из штрафной площади Ради этого приема Да Ну и второй Игрок Который представляет Бразильскую лигу Пока представляет Бразильскую лигу Это Фред Собственно говоря Центральный нападающий Из Флуминец Все прочие Защищают От цвета Европейских клубов В этих клубах Естественно Ведущий Халк очень далеко Отошел Сейчас назад Но передачу Неточную Колоссальную Неточную И вот сейчас Опаснейшая атака Может получиться У швейцарцев Передача С левого фланга В исполнении Штокера Сейчас вот он Выясняет Отношения С своими партнерами А все начинается С плохой передачи Халка Такую поперечную Сейчас он Определил О которую Споткнулись Его собственные Партнеры И нога Данте Стала преградой Для удара Мяч отскочил На Угол И вот здесь Уже бразильцы Достаточно Хладнокровно Разбираются И убегают В контратаку Это Оскар Это Фред Но он пропускает Мяч на Неймара Неймар развивает Эту атаку Есть у него вариант В виде Халка Что будет делать Неймар Это передача На Халка Но расчет На его скорость Катался не точно Так быстро Халк не бежит Халк Немножко уже Видимо подустал Совершая Глубокие рейды Собственный тыл Наверное Поменьше Стоит ему туда Появляться Потому что Я думаю Что есть у сборной Бразилии Исполнители Которые разберутся В центральной зоне И помимо Халка По улице Сейчас завладит Мячом Неймар Достаточно удивительно Что швейцарцы Возглавляют Отборочную группу Вообще Если не Смотреть на ее состав Но При этом Группу В которой Нет ни одной команды Которая бы выглядела Страшнее Чем они сами Это группа Е Куда Помимо швейцарцев Пошли еще Сборные Албании Исландии Норвегии Словении И Кипра Согласитесь Достаточно ровная По именам группа И вот здесь Кто Успеет Взять свое Что называется После шести матчей Швейцарцы Одержали Четыре победы Сделали две ничьи Не потерпели пока Ни одного поражения В то время как У ближайших Преследователей Албанцев Уже два проигрыша И на четыре очка Отрываются От преследователей Очень важными Поэтому становятся Ближайшие матчи Для команды Хитцфельда В отборочном турнире Здесь опаснейший момент Сверх опасный момент Диего Бенальо Сыграл сейчас Выше всяких похвал Да, конечно Бразильцы постепенно Прибирают По своим рукам Инициативу Классная передача На Халка Наверное Отмечая игру Бенальо Можно сказать Что и Халк В этом эпизоде Был не совсем Изобретателен Хотя Попробуй что-нибудь Изобрети Когда ты поставлен Вот в такой Цейтнот Сейчас Халк Выполняет угловой Третье Пожалуй Его действие За сегодняшнюю игру Такое памятное После Вот Этого отхода назад С потери мяча Выход На ударную позицию И корнер Пока Надо сказать Халк Ну не Сто процентов КПД выдаёт Тут Тут можно Наверное Говорить о том Что он Сейчас Тубе Определён Несколько Другую роль Халк Здесь На 3 Атаки Питерского Зенита В сборной Бразилии Он играет Крайним нападающим Мы посмотрим За этим ударом Швейцарцев Вот он Удар В исполнении Джердана Шакири Очень интересный игрок Атакующий Полузащитник Мюнхенской Баварии Сейчас он В стартовавшем Сезоне Бундеслиге Наверное Должен Подтверждать Что Становится Футболистом Стартового состава Для Там новый главный тренер Там новые порядки Там новая история Намечается Шакири Здорово играл Ранее И сейчас Вот смотрите Продолжает Подтверждать свой класс Хороший дальний удар С левой ноги И некоторые проблемы Для Джефферсона Определённо Здесь Очень Кстати Здорово сыграл Гранит Джака Из Гладбахской Баруси 20-летний Атакующий Полузащитник Элиф Форвард Десятый номер У него на спине Сейчас он снова Контролирует мяч Передачу Наши Кирилл Выполнял пяткой Стефан Лихштайнер Один из самых опытных Наверное Наряду с Диего Беналья Футболистов Сборной Швейцарии Вот этого Созыва По количеству Проведённых Матчей За сборную Команду У Лихштайнера 57 Это 58 Матч А Диего Беналья Кстати Сегодня играет Юбилейный 50-й Матч За Швейцарскую Сборную Но больше всех Глассиболистов Вызванных В этот раз У Транкельо Барнетте Полузащитника Шальке 68 игр Он сегодня в запас Неймар нарушал Правила на Бехрами Тут очень Нечастый Случай Когда Играя против Неймара Один в один Футболист Умудряется Его обставить Позиционно Потому что Неймар очень Шустрит Он С невероятной Цепкостью Подбирается К мячу Выбирает Рядом с мячом Наилучшую Наиоптимальнейшую Позицию Так что Его Опекун Всегда оказывается Либо за спиной Либо Где-то сбоку И вынужден Нарушать правила Чтобы останавливать Неймара Ну вот Бехрами Это сделок Получил Сефервич Покажет большой палец Но он К этой передаче Родригеса Не поспевал 20 минут Сыграно В Базеле На Санкт-Якуб-Парке Пока 0-0 В матче Швейцарии Бразилии Товарищская встреча Которая Становится Этим летом Последний Для обеих команд Впереди уже Игры осенние У швейцарцев Напомню Это Отборочный турнир Исландия Норвегия Албания И Словения Таким матч остались Ну а Сборная Бразилии Продолжает серию Официальных матчей На очереди В сентябре Матч против команды Австралии Любопытно, что она Сабу сейчас представляет Ну и Следом за ней Бразильцы сыграют Товарищскую встречу С командой Португалию Это соперник Наш Российской сборной Главнейший сейчас Соперник В отборочном турнире Матч Применяет Применяет серьезные Санкции Потому что Так Хотя Наверное На чисто Рефлекторном уровне Можно понять Второго номера Швейцарской сборной Потому что Мало того, что В него влетел Неймар Влетел грубо и грязно Так еще вот здесь Смотрите Марселло Мазнул так По лицу Руками По глазам Практически Провел Пальцами Лихштайнеру Неймар Получает желтую Карточку Он был действительно Зачинщиком Всего этого дела Лихштайнер Похоже Получает выговор На словах Или нет Волоно Бехрами Желтая карточка Потому что Это видимо Бехрами Как раз там Начинал устраивать Самосуд И полез Прессинговать Бокового арбитра Марселло И Лихштайнер Которые также Были участниками Этой схватки Видимо Оказываются В стороне От Предупреждений И отделываются От которых Легким Испум Ну что ж Количество карточек К середине первого тайма Уже Скорее напоминает О принципиально Официальном В характере матча Подходит Таковому В сравнении С игрой Товарищской Таковы уж Серьезные намерения Которые есть сегодня Бразильцы Подтверждать Свой класс Свой статус И Показывать себя Как команды Которые даже В гостях Чувствуют себя Как будто дома Сейчас Неймар Поменялся С Халком Флангами Видимо Чтобы Не накалялись Страсти К Лихштайнеру Пошел Нападающий Зенита С которым Пока У Лихштайнера Нет личных Щитов Опасный момент Пытался передачу Сейчас делать Кажется Блерим Джимайли Был Нет Это Сеферович Центральный Нападающий Наверное Попробуйте Самостоятельно Атаковать Родригес И снова Несеферович И тут ему Выпогнуть Уже не дает Данте Который Сыграл С ним Очень вязко Вот еще раз С другой стороны Наверное Лихштайнер Тоже В какой-то степени Заслуживал Наказание За эту отмашку Но если Наказание То наверное Уже Красная карточка А вот Марсело За этот удар По лицу Лихштайнера От нас Персонально Наверное Получает Осуждение Но вышел он Сухим Из воды Пока Штокер Полицарские Футболисты Тоже меняются Позиции Меняются Местами На поле Штокер Определенно На левый Планк Но играет Совершенно Спокойно В центре Перемещается Сэппен Лихштайнер Наверное Представитель Самого Серьезного Клуба Из всех Которые Делегировали Игроков В нынешнюю Швейцарскую Сборную Лихштайнер Правый Защитник Ювентуса Чемпион Италии Дальний Удар Ух Какой Дальний Удар Траектория Полета Мяча Была Для Джефферсона Явно Не очень Простой Гранит Джака Как он Выкрутил Мяч Тот Казалось бы Летел Точно В Джефферсон Но при этом Имел Такую Хитрую Подкрутку Что Джефферсон Не совсем Так вот Центр Своего Корпуса Расположил Относительно Оси Полета И Мяч В последнее Мгновение Нырнул ему В правую руку Хорошо Что она там Была Для страховки Подставка Марселло В этот раз Вообще Играет Конечно Уже На грани Слегка За гранью Фола Марселло Влетал Довольно Агрессивно Он сейчас По-моему Мяч Поэтому Здесь Устное Внушение Да Предупреждения Пока нет Возмущен Хитцфельд Марселло Путешествует По краю Ходит Он по краю Родному Левый фланг Его Водчина Привысит Надо сказать Что швейцарцы Не то чтобы Сдают без боя Владение Мячом И Статус Команды Играющей Первым Номером Не видно Скованности Не видно Страха И Какого-то Смущения Да Соперник Сверхсерьезный Но при этом Швейцария Производит Впечатление Команды Знающий себе Цель Не открыт Пока счет У нас на исходе 29-я минута Начало Бразильской Атаки Передача Неймару Украшение Мяча В два Касания И еще Один пас Хороший Пас На Марселло Он был такой Скрытый Немного пас Потому что Там был Фред Но Фред Открывал Как раз Зону Халк Халк Пока не очень Попадает Не очень Попадает Точнее Даже в Собственные Действия Которые Остаются Для Халка Несколько На 100% Доделанными Но сейчас Вот он Отбирает мяч Делится им С Неймаром Неймаром Низом Отправлял Мяч В дальний угол Ворот Диего Бенальо С Тивор Не попал Вот здесь Халк Могло показаться Что здесь Есть нарушение Правил Потому что Халк Так В корпус Встретил Родригеса Но Свисток Не прозвучал А вот что Было делать Неймару Вряд ли У него были Какие-то Другие Варианты Если только Вариант Ударить Иначе Но У Филиппау Есть На этот счет Своя версия И вот Эти два Впоудненных Верху Указательных Пальц Как раз Обозначают Фигуры Угроков Которые По его мнению Должны были Вот таким Образом Располагаться Друг относительно Друга Чтобы все Было правильно В этом эпизоде Нарушают Правила Против Луиса Густаво Этот Догонял Его Но так И не смог Догнать Поэтому Сохватился И держал Валентин Штокер Неймар Вот сейчас И не назовешь Его Левым Нападающим Он сместился Левым К центру Играет Такой Скорее Левого Инсайда А Фланг Отдан Марселу Но тем Не менее Классная Передача И мяч Может Не летит Пока в ворота Упорно Шакири Очень здорово Там взорвал Темп И Ткань игры На правом Своем Атакующем Фланге Как раз Тот самый край На котором Сейчас очень Активно Действует И высоко Действует По флангу Марселу Возможно Именно поэтому У Шакири Появляется Возможность Активнее Действовать В атаке В этой Своей зоне Вот он Отдавал Диагональную Передачу Попытка Первого удара Штокера Была заблокирована Дани Алвесом Второй удар В добивание Там Наносил Уже Блерим Джимай Ли Но И там Защитник Другой Другой Уже Оказался На месте Контратаки Это пока то Оружие Которое Выглядит Наиболее Острым И опасным В руках Швейцарцев Хороший Перехват Проявил себя Тим Клозе Центральный защитник Вольфбурга Лихштайнер Какая потеря Меча Это Блерим Джимай Ли Сейчас В не лучшем Свете Себя Представил Перед Отмараги Питцфельном Могут появиться У него Вопросы Кого Что-таки Поместить В матч Против Исландцев Рядом С Балоном Дехрами Хороший Выход Диего Бенальо Красиво Забрал Мяч Лучшим Швейцарским Футболистом Прошлого Сезона Был признан Диего Бенальо В самом деле Уже не первый Сезон Очень надежно Стабильно Выступает Джефферсон Пока Неразрешим Задать Перед Галки Братьевской Сборной Не было Был Непростой Удар Джаки Задим 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 Запомни Центром обороны. Данте с мячом. Марселом. Тоже дождается Ликштайнер. Ну и Шакири тоже там действует в сдерживающей манере. Луис Густаво. Неймар. Одно касание. Снова одно касание. Хорошее вмешательство Джимай Ли. Шакири. Сеферович уже попал в положение вне игры. Сыграть на него нельзя. Поэтому передача диагональная на Штокера. Тут лихо грубью отыгрывают в одно касание. Ну и подача по форме. Подача по силе, а по направлению удар-поворота. Это был, конечно, не лучший выбор. Джимай Ли. Наверное, пока это не та сборная Бразилии, которую мы видели на Кубке Конфедераций. Там были настолько серьезные, видимо, оппоненты у бразильцев. И испанцы, и уругвайцы, и итальянцы, и мексиканцы. Да и сборная Японии. Все-таки это победители своих континентальных турниров. И это был турнир, который бразильцы проводили дома, перед своей публикой. На фоне очень непростых там социальных событий вокруг стадионов, мы помним. И там, наверное, сборная Бразилии. Вот сумма мастерства всех ее футболистов, замечательных, гениальных, еще была увеличена за счет коэффициента, ну что ли, мотивации, особенной воли, которую все они демонстрировали, чтобы показать товар лицом в лучшем виде, свою игру. Сейчас они, может быть, немножко не всерьез воспринимают соперника сборной Швейцарии. И мне представляется, что эта команда Бразилии не включена в игру на 100%. Есть еще резерва и для убыстрения, и для какого-то интеллектуального чисто роста. Подсказал сейчас там Паул Пайшао, тренер по физподготовке, видимо, Скалари. Сколько еще остается до конца первого тайма? Время есть. 37-я минута. Впечатление о любой игре. Празительно меняет результат. Забитый мяч. Совершенно другую оптику мы получаем, когда смотрим на игру команды, которая еще не забила и уже забила. Поэтому подождем. Сейчас окончательное выводим. Марселло дает диагональ свою позицию. Здесь офсайд у Фреда. Бехрами, Шакири. Цепляется в него Неймар. Теперь Неймар. Но очевидно в составе современной сборной Швейцарии есть футболисты, которые умеют держать мяч. Контролировать его не теряя. Сейчас хорошая, правда, комбинация. В исполнении сборной Бразилии и прямо из-под ноги у Неймара выбивает мяч Лихштайнер. Выбивает на угловой. Но там уж выбирать не приходилось. Потому что здесь карусель, которую они закрутили, способна была укатать любого соперника. Быстрый перепас между бразильцами и вход в штрафную площадь. Угловой они разыгрывают. Пока без подачи к воротам. И вот она, эта подача. И вздох. С одной стороны облегчение, а с другой разочарование. Наверное, потому что здесь очень много болельщиков в бразильской сборной. На трибуне очень много. И некоторое подобие даже бразильского карнавала предшествовало игре. После передачи Неймара Паулиньо головою переправил мяч в перекладину. Наверное, это наряду с ударом Халка, который выскочил фактически один на один с Бенальо. Пока самые опасные моменты, которые бразильцы создали у шейцарских ворот. Сеферович, Джака. Бехрами. Вот она умение контролировать мяч. Даже против бразильцев, которые сами большие мастера в этом деле. Но Валун Бехрами сейчас очень элегантно спрятал мяч. Вот Оскара. Джимай Ли. Сендерос. Сендерос несколько теряется. Здесь ощущение под прессингом. И, наверное, все-таки он не будет вот по этой игре пока. Не будет для Мархитсфельда кандидатом серьезным для стартового состава в центре обороны. Хотя сам он сказал в интервью, что он полон решимости показать, что человек, на которого можно положиться. Он может быть основным в атаке сборная Швейцарии Сеферович. Удар упирается в защитника. И контратака сборной Бразилии. Оскар справа в фланг. Ганнеймар. Не к ноге ему пришелся этот мяч. Но, тем не менее, продолжает создавать себе момент. Прихватил его за руку защитник. Неймар остановился. Но это не та ситуация, в которой, наверное, назначаются 11-метровые удары. Защитник это был... Что, надо было упасть Неймару, чтобы был назначен пенальти. Блерим Джимай Ли схватил его сначала за живот, потом за руку. Останавливал тем самым движение Неймара к воротам. Смотрите-ка, гранит Джака. Несмотря на молодость, а он самый юный в составе своей команды. Болист 92-го года рождения. Показывает такие явные лидерские качества. Подсказывает с голосом, с акцентом, с эмоциями своим партнерам, как нужно правильно играть. Штокер. Джимай Ли. Цендерос. Мне непростая задача сегодня досталась Халесу Цеферовичу. Он, кстати, тоже 92-го года рождения, но он зимний. 22-го февраля, а гранит Джака родился 27-го сентября. Поэтому форвард моложе. А есть Гладбахская Боруссия. Непростая задача для центрального нападающего. Потому что он в схеме Хитцвельда все-таки один. У нас три, а одному против такой сборной, как бразильская, против ее матерых защитников. Данте и особенно Тиягу Силовой работать очень тяжело. Очень с большим уважением отзывались друг о друге. Два главных тренера перед матчем. Хитцвельд. Выспили Каскалари. Кроме того, Хитцвельд еще признался в особенной любви к бразильскому футболу. Джердан Шакири сейчас уносил удар. Очень хороши дальние удары в исполнении вот нескольких футболистов швейцарской сборной. Джака Шакири прежде всего здесь отмечаются. Не без труда справляется Джефферсон. И посмотрим на этот угловой. Блерин Джимайли. На дальнюю стойку подачи Джефферсон справляется легко. Хитцвельд сказал, что первой книгой, которую ему в жизни дали почитать родители, была книга про Пеле. И он неплохо помнит события мирового чемпионата 58-го года. Ну и вот он, бразильский футбол, сейчас мелькнул гранью своей красоты и мощи. Хорошая передача от Халка. И Оскар оказывается на ударной позиции. Уже очень острый угол, конечно, Оскару было трудно попасть в ворота. Здесь был единственный вариант у него в самом деле, это пробить в ближний, в верхний. Либо сыграть на партнера, который открывался, был Неймар. Но доставить ему мяч на дальнюю штангу было бы очень тяжелым делом. Последняя минута первого тайма. Положение вне игры. Вот тут еще нарушение правил на Тима Клозе. Наскачил Оскар. Штокер. Родригес. Клозе. Держит мяч швейцарцы. Джима Эли много касаний, но это все по делу. Проходит мимо Луису Густаво. И швейцарцы по-прежнему в атаке. Одна минута добавлена к первому тайму немецким арбитром Денизом Айтекином. И вот сейчас недоволен Оскар. Уже в этот раз. В свою очередь его. Придержали. Фрадригес. Фред. Вероятно, последнюю атаку в первом тайме мы смотрим. Бразильцы здесь серьезно задержались. И пробудут еще какое-то время, потому что у них есть возможность разыграть угловой. Если закроют глаза на некоторое превышение лимита времени, сейчас Дениз Айтекин, потому что минута истекла. Но после этого углового свисток все-таки прозвучит. Поэтому не стоит затягивать розыгрыш. Халк получает мяч. Офсайда здесь не было. Халк прострельный пас. Мяч находит швейцарскую ногу. И на этом все. Время первого тайма истекло. Ну что ж, Неймар. Который, естественно, пока главная привлекательная фигура. Главная афиша. Футболист, на которого хочется смотреть, за которым хочется следить. Лучший игрок недавнего Кубка Конфедераций. Пока отметился он не только вспышками яркой атакующей игры, но и вспышками несколько необузданного поведения, за что уже получил желтую карточку. И, наверное, игра в первом тайме между швейцарцами и бразильцами может назваться равной. 0-0. Счет нас в этом тоже убеждает. Давайте надеяться на то, что яркие события нас ждут после перерыва. Санкт-Якуб Парк, Швейцария, Базиль. Товарищеская встреча Швейцария-Бразилия. Второй тайм начинается со счета 0-0. И швейцарцы сделали две перестановки в составе. Сейчас посмотрим, кто именно покинул поле. Вышли транквильо Барнетта. Ох, какой удар издали. Гранит Джака. И кроме Барнетта на поле появился молодой защитник-дебютант Фабиан Шар. Ну, Шар играет вместо Филиппа Сендероса, как я понимаю. Заменен четвертый номер. Он получил желтую карточку в первом тайме. И он, в общем, смотрелся не совсем убедительно в ряде эпизодов. Сейчас не точная передача. Барнетта выскочил на поле и занимается пока нападением. Вместо кого он играет. Посмотрим. Здесь центр полузащиты швейцарский. Опорная зона Бехрами Джимаэли без изменений. Родригес левый защитник номер тринадцатый у него. Сейчас Барнетта помогает именно на этом фланге. Подхватывает мяч. Идемой номер. И начинает продвижение вперед. Ну, фугаса. Импульс. В составе бразильской сборной. Во всяком случае, нет никаких изменений. Давайте я напомню им состав. Итак, в воротах Джефферсон. Первый номер. Полевые игроки. Даниэл Алвес. Номер второй. Правый защитник. В центре обороны. Тиаго Силова номер третий. И Данте. Бонфин номер тринадцатый. На левом фланге обороняется Марсел. Номер шестой. Опорные хавбеки. Семнадцатый Луис Густаво. Восемнадцатый Паулиньо. Атака швейцарцев. Может получиться опасной. Может получиться. И получается опасный мяч. Свои ворота срезает Даниэл Алвес. Счет открыт. Швейцария впереди. Что любопытно. Последний на данный момент встречу между этими командами. Которая проходила пятнадцатого ноября две тысячи шестого года на этом же самом стадионе завершилась победой. Бразильцев два-один. Единственный мяч швейцарцев тоже забил в свои ворота бразильский футболист. И это тоже был правый защитник. Но тогда это был Майкон. История снова повторяется. Даниэл Алвес, конечно, хотел перебросить мяч через ворота на угловой. Потому что его там уже очень серьезно прессинговал Транквильо Барнетта. Он слышал Даниэл с его шаги, естественно. Но вот таким образом он своим насолил. А Саферович записывает на свой счет голевую передачу. Вот такие происходят иногда вещи. Бразилия уступает в счете. И еще перехват. Это уже Данте смазывает передачу. Шакири к тому же очень быстро напорист. Дехрамей умеет поставить корпус Валон Дехрамей. Не раз он уже ловил бразильских футболистов на этих приемах. Шакири. Саферович. По хорошему темпу заиграл сборная Швейцария. Саферович в штрафной площади и сейчас выполнял очень хитрый удар. Пытался перебрасывать мяч через Джефферсона. Дальний верхний угол. Еще раз голевая атака и неудача, которая постигла Дани Алвеса. Конечно, если ты хочешь выбить мяч на угловой, то вовсе не обязательно направлять его к воротам. Отбрось его, так сказать, левым ухом куда-нибудь в сторону. может быть мы сейчас просто наблюдаем вплот не до конца принятого решения, раздвоенного решения Дани Алвеса. С одной стороны, может быть, ему думалось выбить мяч на угловой, а с другой стороны, возможно, я так предполагаю, он мог пытаться скинуть мяч головой Джефферсону, чтобы тот его поймал. Но получилось ни то, ни другое. Джефферсон был явно не готов к приему. Карлоса Альберто Паррера и Луис Пилип Эскалари. Два таких мозговых центра в штабе сборной Бразилии. Я понимаю изменения, произошедшие в составе швейцарской команды. Поле покинули вместе с Филиппом Сендеросом Валентин Штокер. Таким образом нас играют во втором тайме за Швейцарию. В воротах Диего Бенальо в обороне. О, какая ошибка Джефферсона! Он ее исправляет в последнюю секунду. Но вообще говоря, конечно, это было пижонство с его стороны. Сеферович сейчас удвоит счет. Интересно, какая вещь. Всякий раз, как я с вами пытаюсь заговорить о составах команды у швейцарцев голевой момент возникает. Может быть, не стоит? Вообще называется составу, чтобы не расстраивать болельщиков бразильской сборной. С другой стороны, болельщики сборной Швейцарии должны радоваться. Ну, а что, сейчас пытался сделать Джефферсу? Какой курьезный мяч он будет пропустить. Я думаю, что, если бы он сейчас пропустил, то лишился бы надежды играть о сборной Бразилии. Вообще, абсолютно, навсегда. Но все-таки я аккуратно пытаюсь вам назвать составы играющих команд. Еще раз, приступаю. Диего Беналью ворота в сборной Швейцарии в обороне этой команды. На правом фланге Стефан Лихштайнер второй номер. Слева Рикардо Родригес тринадцатый. В центре Фабиан Шар шестнадцатый. И Тим Клозе двадцать второй. Опорные полузащитники команды Валан Бихрами одиннадцатый. Блерим Джимейли пятнадцатый. Атакующие Хавбеки Транкуило Барнетто седьмой. Джердан Шакири двадцать третий. И Гранит Джака десятый. На стреатаке Харис Сеферович номер девятый. Отмар Хитцфель главный тренер сборной Швейцарии. Звучит протяжный свисток уже второй по счету. Должен вернуть мяч Шакири на ту точку где было допущено нарушение правил. Ну и еще раз состав сборной Бразилии. Джефферсон первый номер в воротах. В обороне справа Тьяго Данелы спросите автор гол в свои ворота. Слева Марселло шестой. В центре Данте тринадцатый. Тьяго силы третий. Опорные Хавбеки Луис Густау семнадцатый. Паулини восемнадцатый. И в атаке справа Халк номер девятнадцатый. Слева Неймар номер десятый. В центре за спиной центрфорварда Оскар номер одиннадцатый. И центрфорвард это Фред номер девятый. Луис Филиппе Скалари главный тренер сборной Бразилии. И судейская бригада немецкая Денис Айтекин Гвидо Клеве и Маркус Хекер. Швейцария Бразилия 1-0. Хорошая игра на своем поле. И Стефан Лихштайн наверное эта возможность вылететь в контратаку. Направляет мяч в штрафную площадь. Здесь бразильцы уже не постеснялись обороняться числом. Сейчас там пятеро или шестеро в штрафной площади. И все-таки уже выработалась привычка швейцарцев атаку они завершают дальним ударом ударом и за пределы штрафной площади. гранит джака. Леринджи Майли Шакири низовой удар он сейчас наметил и мяч застрял в ногах. Шакири и Луис Густаво партнеры по Мюнхенской Баварии ну и Данте тоже вместе с ними. Но во всяком случае в перерыве Шакири менялся футболками именно с Луисом Густаво. А с Данте почему-то не станет. Двойная замена намечается в составе Бразилии нет или даже тройная замена в составе команды Бразилии. Это интересно. На поле появляется 21 номер Жо. Меняет он Фреда. Центральный нападающий вместо центрального нападающего. Следующая замена вместо Марселу игравшего под шестым номером под четырнадцатым появляется Максвелл. Это замена левого защитника. Кстати Максвелл единственный футболист в этом призыве сборной Бразилии который не участвовал в Кубке конфедерации. Ну и третья замена вместо Луиса Густаво номер семнадцатого в игру вступает Лукас Фернандо. Номер пятый. Лукас Фернандо или просто Лукас Те замены если конечно сегодня сговорились не больше трех испуг Лукас Филипп посмотрим посмотрим какие изменения это внесет в игру команды Бразилии любопытно Ужо я думаю вы помните была особенность такая нахуй конфедерации забивала в нескольких встречах подряд важные мячи на последних минутах и даже секундах встреч и здесь вот конечно все продумано у скалари это понятная предсказуемая замена схема игровая остается прежней насколько это возможно все это потому что все-таки разные люди и схема тем не менее так или иначе меняется даже если формально это та же конфигурация тоже геометрия ну а вот что касается левого защитника и опорного полузащитника здесь интересно будет посмотреть как Максвелл станет справляться и как Лукас полузащитник Парис Сен-Жермен поработает рядом с паулиньей сейчас против Шакири оброняется Неймар Шакири тоже очень бойкий парень невысок ростом очень подвижен с хорошими быстрыми ногами и отобрать ему мяч не получается даже у Неймара который скоростью этих самых ног вряд ли кому-то в мире уступает Блирин Джимайли получает сейчас удар по ногам это паулиньо оказался за спиной и нарушил правила ах вот видите три замены это не предел еще и Эрнанос выйдет на поле вместо Оскара четвертая замена практически в каждую линию кроме вратарской сейчас внес изменения Луис Филиппе Скалари что там Жулио Сезар он появится сегодня или нет Наверное если чудить Джефферсон продолжит то ничего невозможного нет и в этом Бразильцы владеют мячом Лукас Данте видимо Лукас будет действовать предельно близко к линии защитников принимать от них митчи для начала атак ну и становится дополнительным игроком обороны когда это потребуется все-таки Луис Густаво и Паулини держались достаточно далеко от своей защиты такой плотной маленькой группой в центре что здесь произошло опять упал Неймар в общем мяч в руках у Максвелла какая может быть там борьба ну Неймар нашел Даня Алвес Халк Халк упускает мяч он полагает что это выходило от ноги швейцарского футболиста но боковой арбитр с этим не согласен позади как упирается смотрите как новичок защитник шар впервые призванный под знамена швейцарской сборной опаснейший момент и мяч проходит над перекладиной после удара Халка мяч был под ударной левой ногой питерского бразильца и все-таки мимо цель хорошая передача от Максвелла это даже несколько удивительно что такая поперечная поперечная передача проходит через штрафную площадь еще одна замена уходит Халк на поле появляется Лукас Моура под седьмым номером 5 замен произвел Луис Филипп Искалари и замена в составе сборной Швейцарии вместо Лихштайнера в игру вступит еще один дебютант сборной под 19 номером Михаил Ланг Михаил Ланг защитник Грасхопера итак оба дебютанта швейцарской национальной команды и оба защитника впервые вызванные на сбор появляются на поле Хитфельд при этом уже обманывался что Ланга он рассматривает в качестве вполне такого уже состоявшегося кандидата на замену Лихштайнера на правом фланге оборота такой дублер который может в общем-то и на первой роли уже выйти посмотрим так ли это решил укрепить правый фланг оборота видимо Хитфельд увидев что здесь свежий максимум у бразильцев часто подключается к атакам Максвелл Лукас который Фернандо мы путаем его с Лукасом Моурой оба сейчас на поле максвелл максвелл Снова Шакиль легла, не перехватывает передачу. Неймар. Ланг у него за спиной. Максвелл. По линию и потеря. Даня Алвиш вот сегодня действует часто не в попад. Тяга Силова. В нужный момент так плечико подставил. Это было в пределах правил. Кому-то из поклонников сборной Швейцарии, конечно, не понравилось, но придираться не к чему. Швейцарцы умеют иногда быть неудобными соперниками для больших команд. Но вспомним, если испанская сборная на чемпионате мира 2010 года начала свой путь в группе с поражением, вот швейцарцев потом стал чемпионом, может быть, это хорошая примета для бразильцев и стоит им сегодня проиграть этой сборной Швейцарии. Джима Али. Джакан. Сеферович. И дальше на правом фланге имеется Ланг в качестве предложения. Но здесь Шакири бьет он, верит в свою левую и бьет очень здорово. Хороший, поставленный дальний удар. Сейчас вот мяч не пошел в створ ворот, но пробует, пробует и верит в себя Джердан Шакири. Он действительно умеет забивать таким ударом. Данте, Дани Алго. Приблизились к штрафной площади бразильцы. Проникающая передача. Ланг на мгновение потерял позицию, но успел достать мяч. Шакири. Ох, пустую зону. Родригес уже стартанул в атаку. Родригес уже стартанул в атаку. Нарушение было. Джака. Сзади атаковал. Фернандо. Сеферович. Хорошая к задумке передача на Барнетту. Новая замена в составе бразильской сборной. Жан выходит на поле. Защитник Флумененса и меняет Дани Алвеса. Антигероя пока встречи. Вряд ли партнерам и тренерскому административному штабу есть чем поздравить сегодня Дани Алвеса. Но если только не речь идет о простой благодарности за проведенные на поле минуты. Об этом как раз речь именно и идет. Вряд ли партнерам и тренерскому административному штабу есть чем поздравить сегодня Дани Алвеса. Вряд ли партнерам и тренерскому административному штабу есть чем поздравить сегодня Дани Алвеса. Дани Алвеса. Дехрами. Неплохо поставленная игра в короткий пас. У швейцарцев крутит головой Шакири. Ланг. А нет, все-таки пока еще для молодого игрока есть некоторые горизонты. Есть куда расти. Ликштайнер, например, так легко не теряет мяч. Лангу главный сейчас наладить контроль за соперником в этой зоне. А потом уже думать о подключениях вперед. Максим. Да, не хватает, правда, дистанции. Но Джимайли помог сохранить мяч для своей команды в атаке. Шакири. Подача. Точку встреч с мячом Барнета пробежал. И вообще бежал он не туда. Не открывался на дальнюю, а наоборот смещался ближе к пасующему. Барнета, кстати, из всех, кто сейчас в сборной, больше всех мячей забил за швейцарскую сборную. 10 у него голов. У Шакири 7. Но при этом Барнета сыграл 68 матчей, а у Шакири 26. Передача 23 номера. На Сеферовича. На Сеферовича. Ну, немножко подустал уже центр-форвард в сборной Швейцарии. Он, конечно, принес пользу. Его передача спровоцировала автогол Дани Алвеса. Но вот самостоятельно, я не помню, чтобы Сеферович сегодня серьезно угрожал воротам Джефферсона. Барнета. Тяжеловато было с защитником на плечах. А Максвелл сопроводил движение Шакири в страховом. Было тому сыграть точнее, на партнера. Неймар. Вот совсем потерялся. 10 номер. У него были какие-то проблемы со здоровьем, которые не все подтверждали. В частности, медицинский штаб Барселоны, ссылаясь на то, что Неймару вскоре после перехода в Барсу была сделана операция по удалению гланд. Утверждало, что пока он не в очень хорошей форме. И даже некоторая потеря веса диагностировалась у Неймара. На что пришел забавный ответ из штаба бразильской команды. Мол, все в порядке. Неймар питается четырежды в день. Мы кормим его хорошо. Но вот в игре сегодня Неймара особенно не видно. Особенно после перерыва. Это не тот совершенно Неймар, который мы все запомнили по Кубке конфедерации. Это точно. Игра у него не пошла. А вот заставить себя, пересилить себя, пока не получается. Шакиль. Джака. Еще направо Ланг. Сеферович. Джимай Ли. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Неймар в центре поля. Может быть, что и найдет себя сегодня. Время игровое у него имеется. Родригес. Классно сегодня играет левый защитник швейцарской сборной. Лукаса Моуру обставил. Еще с двоими соперниками сейчас разобрался в одиночку. Ну и там новые замены в составе швейцарской сборной готовятся. Этот отрезок Родригес выиграл однозначно. Превосходящих сил соперника. Уходит Сеферович. Но в самом деле он утомлен. Марио Гавранович вместо него. И уходит в лиринг Джимай Ли. Вместо него на поле вышел Пирмен Швегля. Номер шестой. Марио Гавранович. Форвард Цюриха. Швеглер. Защитник Айнтрахта. Из Франкфурта. Оголо 15 минут до конца игры. По-прежнему минимальный перевес. У швейцарской сборной над бразильской. Если автогол от Дани Альвеса. Бехрами. Гранит Джак и классная передача. В разрез на Свежего. Но там уже офсайт. Да, там же свисток, там остановка. Гавранович устремился к мячу, но рановато. Наверное, он, как центральный нападающий, в этом эпизоде не проделал всех необходимых действий, чтобы правильно открыться, чтобы не соблазнить бокового арбитра. Попадание в офсайт. Но здесь как раз у него ответственность на центр форварда. Он более свеж. Он должен был понимать, что паузы у Джаки не будет. Его накрывают. Он владеет мячом. А этому следовало ему самому лучше распорядиться пространстве. Наверное, Анасоса допускает сбой. В прямом смысле слова. Забивается на Бехрами. Бразильская публика, мы видим, по-разному. Настроено кому-то весело. Просто от того факта, что смотрит футбол. А кому-то все-таки хотелось бы увидеть, наверное, забитые мячи в исполнении сборной. Пока бразильцы с нулем. Максвелл. Неймар. Бразильской ноге. От ноги Ирнанос откидает мяч в поле. Данте вышел высоко очень вперед. Сразился с одним. Бросился на другого. Это был Волон Бехрами. Ну, Данте, Бонфи. Правила здесь, конечно, нарушат. Волон Бехрами. 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 Шакирин Какой-то цепкий футболист Там было ограниченное абсолютно пространство С одной стороны пропасть Границы поля С другой стороны соперник Но устоял на ногах и удержал мяч Тиаго Силва Фернандос и Эрнанес Фернандос Максвелл Штрафную площадь Злового нет Хорошо сработал Бехрами Шакирин Неплохой футбол показывает сборная Швейцарии Она сегодня выше мотивирована По сравнению с бразильцами А вот Если смотреть на ситуацию глазами бразильцев Они уже наверное подзабыли Точнее это поколение игроков Этого в принципе и не знало никогда Что такое готовится к чемпионату мира Во-первых пройдет у тебя в стране А во-вторых Подготовка к которому состоится Плошь из неофициальных матчей Да, кубок конфедерации был не в счет На кубке федерации мы увидели Сборную Бразилии Которая играет Наверное максимальный Для этого состава футбол Дебалансированный футбол Яркий атакующий Надежный в обороне А вот Такие товарищеские игры С разъездами Они всегда наверное Очень неровные Неровный вызов Где-то больше А где-то сильно меньше Для бразильских футболистов Ну и плюс Все-таки Кубок конфедерации Он был частью формально Еще прошлого сезона А сейчас Мы видим футболистов Которые вышли из отпусков Они немножко в другом состоянии находятся И мы видим футболистов Которые еще по большому счету Свои основные Гладкие Регулярные сезоны Ряд из этих игроков Просто не начали Хотя С другой стороны Вот например Бехрами С Блеримом Джимейли Тоже еще не начали сезон В Неаполе Потому что серия А Еще и не думает Стартовать итальянская Но при этом Они уже готовы Очень неплохо Так что всегда это Некрая смесь Коктейль из факторов И физическая готовность И очень важная мотивация Физическая готовность Игроков Выступающих в Италии В итальянских клубах Швейцарских И бразильских Может быть идентичной Но при этом Мотивация швейцарских Поболистов повыше сегодня Поэтому И игра у них Складывается лучше Шакири Преследует его Фернандо Он успевает сделать Передачу на Барнетту При этом мяч Остается у швейцарцев Свисток лишний Наверное здесь Желтая карточка Луису Фернандо Ну Несколько жаль Что решил Денис Айтекин Притормозить Не дождался Не досмотрел Потому что после этого Фолла Фолл Однозначный Совершенно мяч Отскочил К швейцарскому игроку И тот передачу Сделал тоже Точно В свою очередь Из этой атаки Могло что-то Получиться У швейцарцев А сейчас Стандартное положение Штрафной удар Майтекин Устанавливает стенку Отмечает Ее дистанцию От мяча Отмечает Ход мяча И Шакири Хороший Полет мяча Словно полет Шмеля Но Джефферсон Этот мяч выловил Не стал сочковать Родригес Посмотрите В физических Кондициях По-моему Только прибавляет Минуты к минуте Левый защитник Сборной Бразилии Рикардо Родригес Из немецкого Вольсбурга Сегодня Произвел Вообще Отрадное Впечатление С вами Футбол Максвелл Дехрами Его притормозило Спокойно Дехрами Тоже Достаточно Сил Прокидывает Мяч Мимо Бежит Догоняет Но сейчас Не справится Немного Но бегает Много Малом 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 Б sacrifice Род Δ Без нарушения все. Эрнанес. Неймара не пропустили в штрафную площадь с мячом. Сработал такой металлоискатель. Две стойки в виде защитников позволили проскользнуть фигуре Неймара, а мяч остался. Шакири выходит на ударную точку. Нет, на точку для передачи. Пас короткий. Швейцарцы сохраняют владение. Джака. И издали. Нет, все-таки, что не говори, а есть, наверное, какой-то настрой сегодня, сохраняющийся на протяжении всей игры. Настрой и установка внутренней у швейцарских футболистов на дистанционный удар. Еще одна замена в составе хозяев поля. Поле покидает 23-й номер. Джердан Шакири, один из самых ярких футболистов этого матча. играет вместо него Мехмеди Адмир. Мехмеди Адмир, номер 18. Полузащитник Фрайбурга. Очень молодая команда у Хитцвельда. Я смотрю на состав. Здесь 7 полевых игроков, из вызванных на эту встречу, родились после 90-го года. То есть это самое, что есть молодежь. Это Ланг. Это Родригес, кстати. Да, Родригес, 92-й год. Ему 21, вот скоро на днях, 25-го августа. Это Шар, который тоже на поле защитник. Это Мехмеди, 91-й год рождения. Сеферович, 92-й. Шакири, 91-й. И Джака, 92-й год. Вся эта молодежь уже сегодня показала очень неплохой класс. И класс игровой, и скорость. Ну, со скоростью, наверное, у молодых и не должно быть никаких проблем. Но, что еще важно, это очень уверенные в себе молодые люди. Они умеют что-то делать на поле. И они знают, что они это умеют. Поэтому команду Отмара Хитцвельда, которая, напомню, лидирует сейчас в своей отборочной группе в чемпионату мира, может быть, мы и не увидим в Бразилии. Всякое может случиться, хотя у нее хороший отрыв сейчас. Но это в любом случае команда очень перспективная. Молодая, перспективная команда. Эта команда создается на ближайшие несколько лет. Точно совершенно. На ближайшие несколько отборочных циклах. Хорошая игра от Джаки. Перехват. Еще одна отличная игра от Джаки. Перехватил. Выловил буквально мяч из воздуха. Ланг. Не успевает. Неймар чуть впереди. Данте. Данта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неймар! И сбит он сейчас на полном ходу. Ход действительно набрал приличный. Желтую карточку получает Швеглер. За это нарушение. Ну да, вот Неймара на скорости остановить тяжело. Две желтые карточки швейцарцам сегодня достались как раз за эти фолы на скоростном. Или набирающем скорость Неймаре. Сандерос в первом тайме. И вот теперь Перим Швеглер. Потому что если ты сразу не синхронизировал свои движения с движениями Неймара, с его скоростью, а это трудно, что скорость взрывная, и бежит он по необычному маршруту, то потом уже как его достать, как его остановить? Надо сказать, что выход на поле Жо не то чтобы расцветил какими-то новыми красками. Игру бразильцев в нападении. Фред, пожалуй, попродуктивнее действовал. Лучше создавал пространство для своих партнеров по атаке. Жо вообще не видит. И три минуты добавляет Денис Айтыкин к этому поединку. Вот Мархитцфельд. В трех минутах победа над бразильцами. Пускай и товарищеской, но встречи с бразильцами случаются не каждый год. Победить их в таком боевом состоянии, в таком составе, многообещающем, это стоит дорогого. Фернандо. Очень здорово играет Валон Дехрами. Кто еще важен, абсолютно важен для этой команды, из опытных теперь уже игроков, это Валон Дехрами. Высокая надежность игры, неутомимость. Ключевой совершенно центральный полузащитник. При этом очень здорово и умело прикрывает зону на правом фланге, когда это нужно в обороне отрабатывает. Здесь Неймар против него сейчас. Ланг в одиночестве. Ох, как тяжело будет справиться. Работает центральный защитник Шар. Показывает Данялвису, сидящему на скамейке, как именно нужно убивать мяч на угловой. Ну и удар Фернанеса. Пытался исполнять полузащитник. Римского Лацио метил в ближнюю девятку. Не тут-то было. Барнетта. Жака Барнетта Освистывает публика Идет последняя буквально уже секунда матча Намеченная Денизом Айтыкином И он очень четок Он дает свисток ровно по окончании Третьей компенсированной минуты И итог этой встречи в каком-то смысле исторический Так всегда случается, когда проигрывает Бразилия Да, этот матч товарищеский Но тем не менее Сборная Швейцарии записывает себе в актив Вторую всего в истории победу над командой Бразилии Первая случилась, напомню, в 1989 году Здесь же на Санкт-Якоб Парк Вот такой заколдованный для бразильцев стадион Мяч в свои ворота срезал Дани Алвес С передачи Сеферовича И кроме этого бразильцы Больше ничего создать у своих ворот не позволили Но и у чужих не смогли Завершилась эта встреча Все команды продолжают готовиться к своим целям Смотрим мяч, который срезает свои ворота Дани Алвес А я с вами прощаюсь Для вас матч прокомментировал И этот мяч тоже Роман Трушечкин Спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok